В чем вот эта загадка этого омикрона, который таким легким способом смог победить практически весь мир? Даже по самым оптимистичным прогнозам, переболеет именно вариантом омикрон в мире и даже в России, если брать нашу страну по отдельно, не больше, чем 20-25, может быть, процентов. Вакцины и переболевания другими вариантами коронавирусной инфекции хорошо защищают от тяжелых заболеваний. Реальное количество случаев коронавирусной инфекции просто недоучитывается, причем очень сильно. Ковидная статистика продолжает бить рекорды. Количество заболевших увеличивается с пугающей частотой. Когда специалисты прогнозируют очередной спад, спад очередной волны заболевания, можно ли ожидать, что она станет последней, эта волна, и помогает ли прививка против омикрона? На эти и другие вопросы мы сегодня попытаемся получить ответы. Вы смотрите программу «Главные новости» в студии «Эрнесс Хайрулин». Здравствуйте! Ну а поможет нам во всем этом разобраться Павел Зеленихин, кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Здравствуйте, Павел Валерьевич! Здравствуйте! Здравствуйте! Но прежде чем перейти к вопросам, я позволю себе озвучить последнюю информацию, которая поступает сейчас на ленты информагентства. И вот она такова. Эта неделя для Татарстана с точки зрения заболеваемости коронавирусом станет ключевой. Такое заявление сделал сегодня заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Владимир Жаворонков. Он отметил, что Москва уже заявила, они вышли на плато по заболеваемости. А это значит, что Татарстан тоже приближается к этой отметке. Показательным в этом вопросе станет текущая неделя. Сегодня же врачи отчитались о свыше 1300 новых зараженных за сутки, что стало новым антирекордом. Как правило, пиковые нагрузки поликлиники испытывают приблизительно с половины восьмого и до примерно половины одиннадцатого. До одиннадцати. После этого гораздо все в поликлиниках спокойнее, и население, приходящее во второй половине дня или во время обеда, получает помощь гораздо быстрее. Павел Валерьевич, вы можете согласиться со столь оптимистичным выводом заместителя министра? Я давно не был в поликлинике. Хотелось бы верить, что сейчас стало действительно все свободнее. Но опыт моих знакомых и коллег, которые болеют, на прошлой неделе заболели, говорит об обратном. То есть очереди большие, врача на одном вызвать практически невозможно. И дождаться, скажем так, реакции на свои заявки, на получение врачебной помощи очень тяжело. Я вот сейчас даже не об очередях в поликлиниках, сколько о том, что мы подходим к плато, и вполне возможно, вот эта неделя будет последней, когда идет вот такой страшный пик заболеваемости. Дело в том, что, если смотреть на опыт других стран западных, где уже волна эта прошла месяц назад, мы видим, что левая часть вот этой кривой восходящей, она очень крутая, а правая значительно более пологая. Поэтому ожидать, что у нас как резкое произошло поднятие количества заболевших, точно такое же резкое снижение произойдет, не приходится. То есть снижаться будет количество заболевших значительно медленнее, чем росло. Понятно. С одной стороны, система здравоохранения, как заявил президент республики на еженедельном совещании в правительстве, работает на пределе. А вот с другой, стало известно на выходных, что Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными. Что происходит? Вы можете понять, мы полностью капитулировали перед омикроном, или же ситуация такова, что наоборот все становится лучше, и мы можем убрать карантинные меры? Я надеюсь на то, что те, кто такие решения принимает, они все-таки больше информации владеют, чем, допустим, я. Мне совершенно отмена ограничений непонятна. Может ли такой человек, который контактировал, заразиться? Да, безусловно, тем более, что вариант омикрон чрезвычайно заразен. Может ли он болеть? Да, безусловно, может заболеть. То есть отмена такого самоизоляции, такого самокарантина, она, ну, с чисто биологической точки зрения, выглядит, ну, достаточно странно. Возможно, это какими-то другими причинами обусловлено. Ну, вот смотрите, и Москва. Москва пришла к решению, тоже на выходных появилась информация, что соблюдать карантин в школах и детских садах не обязательно, поскольку это бессмысленно, такое количество заболевших карантин никакого результата не даст. В принципе, получается, что подняли руки и ждем сейчас, когда все переболеют. Мне кажется, что тут совершенно логика извращена. То есть исходно всегда, когда большое количество заболевших вводят карантин. То есть очевидно, что тут очень странно поступают. То есть у нас большее количество заболевших, мы карантин отменяем. Но мне странно это слышать, я не понимаю, почему это происходит. Хорошо. Я сейчас хочу напомнить всем нашим зрителям, что, как всегда, мы проводим голосование на нашей странице ВКонтакте. Вопрос сегодня звучит так. Приходилось ли вам в последнее время обращаться за помощью к врачам? Варианты ответов следующие. Да, все обследования прошли быстро. Второй вариант стояли в огромных очередях. Третий вариант обращаться не приходилось. Принимайте участие в голосовании. К концу выпуск подведем итоги. Не забывайте про номера телефонов прямого эфира. По ним вы можете в течение всего нашего выпуска присоединиться к нашему разговору и задать интересующие вас вопросы специалистам. Это 511-99-66 и 8800-532-55. Павел Валерьевич, ну вот смотрите, тоже вот последние данные пришли буквально час назад. Вчера в России было выявлено 180 тысяч заболевших, а сегодня уже 171 905 заболевших. То есть явное снижение практически на 8 тысячи. Ну это такое чрезвычайно маленькое снижение, которое можно, например, объяснить тем, что традиционно по выходным делают меньшее количество тестов, чем в будни. Я бы, по крайней мере, именно такое объяснение принял бы в первую очередь, как наиболее вероятно. Если в течение недели, в будние дни мы не увидим дальнейшего роста, можно осторожно на что-то надеяться. Но мы должны понимать, что мы, я не знаю когда, но вот мы уже близки к пределу максимально возможному количеству тестирований, которые мы можем сделать в России. И следует понимать, что эпидемия движется с запада на восток, и западные регионы, как более развитые в России, что ли, они лучше оснащены возможностями по тестированию, в частности на коронавирусную инфекцию, а восточные регионы хуже. Соответственно, при одном и том же уровне заболеваемости количество выявляемых больных в восточных регионах будет ниже, чем в западных. Можно и так объяснить это все. То есть, Павел Валерьевич, если я вас правильно понял, получается, что количество снижается не потому, что действительно становится меньше больных, а потому, что меньше тестов к востоку от Москвы, и те заболевшие, которые будут выявляться, ну, к примеру, начиная от Урала, они вообще не будут фиксироваться тестами, потому что их там очень ограниченное количество. Я допускаю, что эта причина также будет иметь значение. То есть тут, понятно, это не единственная возможность, не единственная вероятная причина, но ее тоже нельзя сбрашивать со счетов. Мы уже говорили, что сегодня выявлено 1300, чуть даже больше, чем 1300 человек, заразившихся в республике коронавирусом. Ну, это, естественно, исходя из тех тестов, которые были сделаны. Вот по вашему мнению, какие цифры стоит ожидать на самом пике заболеваемости? К сожалению, у нас в республике Тарстан очевидно, недовыявление коронавирусной инфекции происходит. Возможно, это на этапе уже публикации данных. Я думаю, что реальные цифры заболеваемости у нас где-то в 5-10 раз выше, чем те, что озвучивают. Но я думаю, что это не только в Татарстане в 5-10 раз выше. Это в целом выше по всей стране, но, может быть, за исключением Москвы, где действительно очень качественно и эффективно работает система тестирования. Где охват тестированием действительно полноценный и данные, которые публикуют, действительно без коррекции, скажем так. Ну, просто я даже вот по своим знакомым, наверняка, и вы тоже это можете наблюдать. Да, количество заболевших невероятное. И с другой стороны... Да, но сейчас очень много людей болеют, и как бы такого не было никогда. И далеко не все, кто болеет, ну, я вот по своему опыту знаю, да, далеко не все делают себе, проходят тестирование, потому что, во-первых, это и невозможно сейчас сделать, при том наплыве пациентов, да и действительно, и тестов, видимо, не у всех, во всех поликлиниках в достаточном количестве. Да, те люди, которые плохо себя совсем чувствуют и находятся дома, да, и не могут пойти в поликлинику или там куда-то сделать тест, они вынуждены дожидаться, ну, не знаю, команды, которая придет и протестирует их на дому, и это часто вообще не происходит. То есть мы, очевидно, сталкиваемся с ситуацией, когда реальное количество случаев коронавирусной инфекции просто недоучитывается, причем очень сильно. Ну, кажется, с этим вопросом разобрались. Никакого оптимизма внушите вы нашим зрителям. Я пока не испытываю оптимизма, тем более, что снижение происходит всего лишь один день, и если будет устойчивый тренд, можно говорить уже о разном. Павел Валерьевич, вот вы кандидат биологических наук. Объясните, пожалуйста, в чем вот эта загадка этого омикрона, который таким легким способом смог победить практически весь мир, проник в каждую семью, все болеют, и стоит ли надеяться на те обещания, которые давали ваши коллеги, что вполне возможно это будет последняя такая волна коронавируса, и омикрон станет такой массовой вакциной? Ну, очевидно, что это не последняя волна, потому что, несмотря на то, что заболеваемость такая большая, тем не менее, даже, не знаю, уместно ли употребить здесь слово оптимистичным, но даже по самым оптимистичным прогнозам переболеет именно вариантом омикрон в мире и даже в России, если брать нашу страну поотдельно, не больше, чем 20-25, может быть, процентов от населения. Очевидно, что при таком уровне заболеваемости, ни о каком более-менее выявленном коллективном иммунитете говорить по отношению к штамму омикрон нельзя. Кроме того, выяснилось, что иммунитет, который был создан вакцинами и переболеванием другими вариантами коронавирусной инфекции против омикрона, помогает не очень сильно, если мы имеем в виду возможность заразиться, то есть омикрон как бы пробивает вакцину, и заболевание другими вариантами, и даже вакцинированные могут снова заболеть. Но вакцины и переболевания другими вариантами коронавирусной инфекции хорошо защищают от тяжелых заболеваний. По-прежнему, несмотря на то, что вакцинированные болеют новым вариантом, вариантом омикрон, в отделениях интенсивных терапий по-прежнему не вакцинированных большинство. Павел Валерьевич, откуда такая информация про 25-30%, которые переболеют омикроном? Ведь вполне возможно, их будет гораздо больше. Мы же еще, волна еще не закончилась. Это прогнозы, которые делают исследователи на основании тех данных, которые были получены в западных странах, которые уже прошли пик. Хорошо, смотрите, 25-30% переболеют, 50%, ну, пускай 60%, ну, по самым оптимистичным результатам 70%, привилось, получается почти 100%. У всех будет иммунитет. Ну, это прекрасно. Только надо понимать, что иммунитет, который человек получил, переболев омикроном, и такие работы уже присутствуют в корпусе научных данных, так вот иммунитет не слишком хорошо помогает от других вариантов коронавирусной инфекции. А иммунитет к другим вариантам не слишком хорошо помогает от омикрона. И получается, что эти цифры складывать нельзя. Кроме того, следует понимать, что иммунитет – это не сферический конь в вакууме. Он не создается один раз и не поддерживается навсегда. И в эти проценты, о которых мы только что говорили, входят и те люди, которые привились год и полтора назад, и те, которые привились сейчас. Естественно, у тех людей, которые привились более чем полгода назад, иммунитет уже сильно ослаб, и их уже нельзя учитывать. Поэтому тут очень много нюансов, о которых... Павел Валерьевич, подводите хотя бы меня. Я уже четыре прививки сделал. Я-то не заболею, наверное? Вы молодец, я тоже сделал четыре прививки. Ну, и вы не болели. Собираюсь через месяц. То есть мы с вами будем... Разделать еще две. По крайней мере, в этой студии. Вот сейчас появилась прививка «Спутник М» для подростков. Ведь все время предыдущих волн пандемии родители могли быть спокойны за своих детей, потому что они просто не заболевали. А сейчас вот этот омикрон покосил всех массово, массово. Очень серьезной ошибкой является то, что мнение существующее о том, что дети другими вариантами коронавирусной инфекции не заболевают. Они болели точно так же, как взрослые. То есть количество заболеваний детей... Павел Валерьевич, «Спутник М» поможет детям. Стоит ли сейчас вакцинировать подростков вот этой вакциной? Безусловно, да. Нужно вакцинировать. Потому что если раньше у детей в основном инфекция проявлялась бессимптомно или мало выражалась, сейчас вот у этого варианта конкретно симптоматика стала ярче. И проявляться она стала чаще симптоматика. Поэтому количество бесплатализированных детей возросло в 10 раз в стационарах. О чем говорить? Конечно же, вакцинирование в данном случае является единственной эффективной мерой. Слушайте, а вот такие меры, как дистант, как изоляция, карантин, школа, насколько он может быть эффективен? Вот у нас в Татарстане школы на дистант принципиально не переводят. И вот и Москва говорит, что отказывается от дистанта и карантина, потому что это неэффективная мера. Здесь можно согласиться? Это как минимум спорное мнение, о котором можно говорить. И оно основано, в первую очередь, не на биологических каких-то посылках, а на посылках из других областей, из образования, из экономики. Я тоже считаю, что дистантное обучение – это палеотив, такая полумера, которая эффективности именно в образовательном процессе не позволяет хорошей добиться. Но если исходить из позиции биологии, эпидемиологии, любая мера, которая уменьшает количество контактов между потенциально больным и здоровым человеком – это мера, которая приводит к уменьшению количества заболевших в следующей операции. Так все-таки лучше, может быть, мы все переболеем и получим иммунитет, чем будем скрываться, скрываться, скрываться и бесконечно долго. Хорошо, прекрасно. Если мы все будем болеть, да, одномоментно, это приведет к сильнейшей нагрузке на систему здравоохранения, которая у нас оптимизирована до предела. Она уже есть. Уже эта нагрузка существует. Да, давайте еще больше будем болеть, тогда у нас и смертность значительно повысится. И с другой стороны, если мы смиримся с тем, что давайте все переболеем, это означает, что 2% от тех людей, которые переболели, ну, примерно 2, умрет. Я, например, не готов смириться с тем, что 2% нашего населения умрет только от этой инфекции. Понятно. Ну, я сейчас предлагаю включить результаты нашего опроса, посмотреть, что там показывает наша страница ВКонтакте. Итак, приходилось ли вам обращаться к врачам за помощью? Да, все обследования прошли быстро 9,5%, да, стояли в огромных очередях 41,5%. Нет, надеюсь, и не придется 45%. Вот такие результаты. Павел Валерьевич, ну, вот смотрите, 50% населения практически не обращалось к врачам, то есть половина не переболела, а половина за эти последние недели, они ходили к докторам, и, то есть, получается, что все-таки не 25-30%. Нет, это не от населения же 50%, это 50% от тех, как приняло участие в опросе. Это совсем-совсем другие проценты. Безусловно. Ну, и тогда у меня последний вопрос остается. Когда закончится все это? Вот сколько ждать? Неделю, две, три, четыре, пять? Помните, каждая волна все равно потом она ослабевает, и мы начинали спокойно жить. Ну, хотя бы весной и летом мы могли даже и без маски пройти, и спокойно с друзьями на шашлыки выехать. Когда наступит это благоденствие очередное? Ну, вот к весне, я думаю, к марту месяцу мы увидим такое устойчивое снижение, то есть в течение февраля оно начнется, а к лету мы войдем в новую волну. Тут никаких хороших прогнозов, к сожалению, делать не приходится. Ну, еще раз стоит напомнить всем нашим зрителям, не забывать все-таки о мерах эпидзащиты, носить маски. Ну, и, конечно, делать и прививки, как мы с Павлом Валерьевичем сделали уже четыре, и мы уж точно не заболеем. Так ведь, Павел Валерьевич? Нет, не точно. Ну, по крайней мере, если и заболеем, то легко, даже не заметим. Будем продолжать. Будем продолжать беседовать, да, и так и переболеем незаметно. Да? Вот это очень вероятно, а то, что не заболеем, к сожалению, с этим вариантом... Не заболевайте болеть, как мы с Павлом Валерьевичем, прививайтесь, дорогие друзья. Напомню, что у нас в гостях сегодня был Павел Зеленихин, кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Спасибо большое за участие, Павел Валерьевич. Пожалуйста. А я прощаюсь со всеми нашими зрителями. Всего вам хорошего. Главное, конечно, не болейте, будьте здоровы. С вами была программа «Главные новости». Увидимся уже совсем скоро в эфире телеканала «Татарстан-24». Подписывайтесь на канал «Татарстан-24», не пропускайте интересные выпуски, жмите колокольчик.